Хорошо, давайте я приблизительно напомню, что у нас происходит, и скажу, чем будем заниматься. Мы с вами остановились на такой штуке, как абстрактные векторные пространства, и немножко поговорили о таких вещах, как линейные комбинации, линейные оболочки. Вот, сегодня я хочу поговорить о продолжении этой темы, а именно рассказать о том, что такое базисы, и потом поговорить про всякие координаты, смены базисов и прочие связанные штуки. Так, смотрите, базис. Давайте начнем вот с какого-то замечания. Если у меня есть V-векторное пространство, над полем F, и пусть E у меня произвольное подможество, тогда, значит, первая штука. Если у меня так получилось, что линейная оболочка E равняется V, то я буду говорить, что E – это порождающее множество. Что E порождает все пространство. Значит, напомню, что если E бесконечная, то линейная оболочка имеется в виду, что линейные комбинации любого конечного числа элементов из E. То есть мы перебираем все возможные элементы из E, в конечный набор элементов из E, и для них строим линейные комбинации. Далее. Я буду говорить, что E линейно независимо, если любое конечное подмножество векторов линейно независимо. То есть если я возьму любой набор векторов из E разным, то есть правильно думать, что V1, VK – это просто конечное подмножество в E, то тогда V1, VK линейно независимо. Так как E – это подмножество в E, там элементы повторяться не могут, поэтому сказать разных, или что я беру конечное подмножество – это одно и то. Таким образом, у меня появляется понятие линейной независимости даже для бесконечных множеств. Теперь смотрите, я хочу пояснить, что значит максимальная линейная независимое множество и минимальная порождающая. Вот если я возьму, смотрите, вот какая вещь, что я в качестве E, вот здесь, чтобы такое равенство было выполнено, могу взять вообще все вектора. То есть все вектора, конечно же, будут порождающими для векторовного пространства V. Значит, я могу начать… Сейчас, 1 секунду, ребят. Сейчас, а что такое U не равняется… Я не совсем понял. То, что вектор не равен другому вектору, умноженному на скаляр. А, не-не, значит, как бы здесь вот какая штука. Давай переформулирую, что E линейно независимо, если для любого E0 в E такого, что E0 конечное, следует, что E0 линейно независимо. То есть если в E0 встретились пропорциональные векторы, то, конечно же, оно будет линейно зависимым. То есть имеется в виду, что ты… Если ты возьмешь, скажем, два вектора V1 и V2, а потом возьмешь оттуда как бы такую штуку V1, 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 V1. Ну, вот такой набор. Просто возьмешь и тупо продублируешь один и тот же вектор. Даже если V1 и V2 были линейно независимы, когда ты наберешь просто V1 в куче, ну, в количестве, сколько угодно, полученный набор будет линейно зависим. Ну, да. Вот, а здесь имеется в виду, чтобы избежать вот такой тупой процедуры, что ты вот… Ну, поэтому вот формально вот такая вот штуковина имеется в виду, что бесконечное множество, ну, то есть вообще любое множество, называется линейно независимым из векторов, если любое конечное подможество линейно независимым. Вот это правильная формулировка. Вот в таком виде оно не должно вызывать вопрос. Или все еще непонятно? Не, понятно. Мы просто векторами их оболочки берем, поэтому нормально. Окей. Хорошо. Теперь смотрите. Вот из того, что я сказал, значит, следует, что я всегда могу взять достаточно большое пораждающее множество. Дальше могу попытаться выкидывать и рассмотреть все меньше, 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 меньше. И вот, значит, ну, то есть у меня на подможностах есть отношение включений. Вот. И вот могу попытаться выбрать самое маленькое порождающее. Либо, наоборот, можно совершить процедуру обратную. Если я могу взять линейно-независимое множество, самое маленькое, это какое? Ну, пустое, но это формально неприятно. Вот. Скажем, один минулевой вектор – это всегда линейно-независимое множество. Я могу, наоборот, пытаться добавлять в линейно-независимое множество вектора так, чтобы оно оставалось линейно-независимым. Пытаться его нарастить. То есть взять больше, больше и больше. Вот эти разные процедуры приводят к одному и тому же образованию под названием базис. Давайте я сейчас сформулирую утверждение о трех эквивалентных определениях базиса, докажу его и потом посмотрим, что с этим можно делать. Утверждение. Значит, V – векторное пространство над полем F. Значит, E – у меня произвольное подмножество. Тогда эквивалентны следующие штуки. Первое. E – линейно-независимо-плюс-порождающее. То есть она одновременно линейно-независимо-порождающее. Второе. E – это минимальное порождающее. 3, E – это максимальная линейно-независимо-порождающее. Ну, я думаю, мне здесь надо в формулировке пояснить, что значит минимальное порождающее, максимальная линейно-независимое, прежде чем двигаться дальше. Но обратите внимание на саму структуру утверждения. Значит, первое говорит, что у меня есть два свойства. Вот, независимо-порождаемое. Второе говорит, что у меня есть только одно из этих свойств. Но при этом я добавляю на него экстремальные условия, что оно самое маленькое. Или третье говорит, что у меня есть другое из этих свойств. Я тоже добавляю экстремальные условия, что оно самое большое. То есть как бы вот эти два свойства, они как бы компенсируют друг друга. Если вы требуете, чтобы множество было порождающим, оно должно быть не очень маленьким. А если вы хотите, чтобы оно было линейно-независимое, оно должно быть не очень большим. Когда вы требуете оба, эти штуки друг друга как бы компенсируют. Хорошо. Значит, смотрите, что значит минимальное порождающее. Минимальное порождающее, давайте я другим цветом здесь сделаю комментарий. Е, минимальное порождающее. Это значит, что если я выберу абсолютно любой вектор из Е и выкину его, то множество без него уже будет не порождающее. Это значит минимальное, что нельзя выкинуть никакой вектор так, чтобы оно стало порождающим. И Е, максимальная линейно-независимая, означает следующее, что если вы возьмете абсолютно любой вектор, который не лежит в Е, но лежит в векторном пространстве В, то тогда уже больше и добавите его. То вот эта штука станет линейно-независимой. Это на всякий случай поясняет, в каком смысле понимать минимальное и максимальное. Из-за того, что здесь нет количества элементов, ну, здесь бесконечное множество, то надо вот в таком более аккуратном смысле понимать максимальность минимальности. Так, есть ли вопросы по формулировке у кого-нибудь? Сейчас, еще одну секунду, ребят. Определение порождающего семейства – это значит, что линейная оболочка этого семейства есть все пространство. Неминимальное порождающее множество – это, например, все вектора из векторного пространства. Ты можешь взять прямую R и взять все векторы напрямую. То есть напрямую в качестве порождающего пространства годится только один вектор, не нулевой. Да, ну или вот Максим привел пример двух векторов пропорционально. Два числа 1 и 2 напрямую. Хорошо, поехали дальше. Значит, как я буду доказывать? Я буду доказывать, что 2 и 3 эквивалентно 1. Значит, ну то есть первое определение байса – это классическое. То есть я сейчас покажу вот такие две вещи. Ну просто, что каждый второй эквивалентно 1 и третий эквивалентно 1. Ну, давайте посмотрим из 1 в 2. Что мы знаем? Мы знаем, что E одновременно линейно-независимо плюс порождающее. Вот, а что нам надо? А надо, что E – минимальное порождающее. Хорошо, но для того, чтобы показать, что оно минимальное порождающее, нужно взять произвольный вектор, выкинуть его и показать, что эта штука уже не порождающая. Давайте возьмем произвольный вектор V из E и рассмотрим множество E, значит, без этого вектора. Значит, ну, давайте предположим, что оно все равно осталось, давайте предположим, противное, что оно порождающее. Ну, тогда это означает, что вот эта штука – это все пространство V, V большое. В частности, сам вектор V маленький здесь лежит. Это означает, что у меня найдутся векторы V1, VK из E без V. Так что V маленький равняется лямбда 1, V1 плюс так далее лямбда K, VK. Это просто по определению того, что этот вектор лежит в такой линейной оболочке. Ну, а тогда, если я перенесу вот этот вектор вот сюда, это означает, что вектор… Да, и так как у меня V1, VK, они отличны от V, то это означает, что векторы V1, VK, V, то есть вот этот набор из E, он линейной зависимости. И это получается противоречие с вот этим условием. Поэтому, если у меня был набор линейной независимой порождающей, он автоматически будет минимальным порождающим. Его нельзя никак проредить и оставить порождающим. Вот. Хорошо. Есть ли вопросы? Ну, если есть, задавайте. Если нет, я просто буду плавно двигаться дальше. А перед V коэффициентом лямбда? Там первый просто написан как K. А, это лямбда 1 и так далее. Да, лямбда. Да. Ну, это не очень важно, как я обозначу эти буквы. Теперь в обратную сторону, S2 в 1. То есть мы теперь считаем, что E у меня минимальное порождающее. И надо что показать? Надо показать, что оно порождающее, линейно-независимое. То есть все, что нам надо показать, это что E линейно-независимое. Надо, что E линейно-независимое. Хорошо. Давайте опять же, предположим, противное. Это означает, что у меня найдутся элементы V1 и VK из E. Так что они линейно-независимы. Ну и давайте считать, что, скажем, лямбда 1 не равняется 0. Но я могу их так переупорядочить без ограничения общности, что лямбда 1 будет не 0. Тогда это означает, что я могу вектор V1 представить в виде. Просто выразить. То есть если у меня есть линейная зависимость, и в ней какой-то коэффициент не нулевой, то вектор при этом коэффициенте я могу выразить через другие. Тогда давайте рассмотрим множество E без V1. E0. И давайте покажем, что E0 тоже порождающее. Тогда это будет противоречить тому, что E было минимальным, потому что мы выкинули один вектор и получили тоже порождающее семейство. Но действительно, смотрите, что нам для этого нужно показать? Нужно показать, что любой вектор из V есть линейная комбинация векторов из E0. Возьмем произвольный вектор из V. Мы знаем, что E было порождающим. Это означает, что так как E было порождающим, то отсюда следует, что этот вектор V представляется как линейная комбинация. Давайте я вот так вот напишу. где вот эти вектора из E. Теперь есть два варианта. Либо среди вот этих штрихованных векторов встретился V1, либо не встретился V1. Какой-то VE-тый штрих есть V1, или для любого I VE-тый штрих не V1. Но в случае 2 это хорошо. Почему? Потому что тогда это означает, что вот эти все векторы, они лежат в E0, и это означает, что V лежит в линейной оболочке E0. То есть это случай, когда V лежит в линейной оболочке E0. Поэтому осталось разобрать случай первый. А в этом случае давайте предположим, что, скажем, первый вектор это и есть V1. То есть V равняется лямбда 1 V1 плюс лямбда 2 V2 штрих, плюс так далее лямбда. А, только тут плохо, что я лямбда взял. Давайте штрихи еще накину, потому что у меня лямбда уже используется. То есть у меня получается вот такая вещь. И за счет вот этого вектора я вообще говоря не попадаю в E0. Но у меня же есть вот здесь вот эта штуковина. То есть я знаю, что V1 выражается через остальные векторы, и я могу подставить вот это выражение сюда. А вот эти векторы V2 и VK, они были в точности из E0. То есть в итоге у меня получается, что вектор V тоже лежит в линейной оболочке E0. Поэтому независимо от того, что случилось, я взял произвольный вектор Sv и показал, что независимо от того, какой случай произошел, он всегда попадает в линейную оболочку E0. Это означает, что E0 было порождающим. И это противоречие с тем, что E было минимальным. Отлично. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, я буду двигаться дальше. Здесь как бы все доказательства по определению. А зачем делить на случай, можно слагаемое всегда с коэффициентом 0 дописать? Да, это действительно так. Но слагаемое с коэффициентом 0, скажем так, действительно оптимизирует. Ну вот я не подумал об этом. Ну вот это да, это разумное замечание, что можно было слагаемое с коэффициентом 0 просто рассмотреть. Давайте 1,3 сделаем. То есть мы знаем, что E линейно независимо плюс порождающее. А надо показать, что E будет максимально линейно независимое. Так, видимо, тоже сейчас придется отпротивное. Я же, как обычно, не помню. А, вот, сделаем вот как. Значит, что у меня есть? Ну вот, есть первое свойство, линейно независимо порождающее. Давайте покажем, что оно максимально линейно независимо. Что для этого нужно сделать? Надо взять произвольный вектор из векторного пространства без E и показать, что множество E объединить с V уже будет линейно зависимым. Значит, да, вот ровно вот эту штуку я собираюсь сделать. Это, собственно, что Максим предложил. Смотрите. Значит, ну, давайте сделаем вот как. Значит, мы знаем, что E было порождающим. Это означает, что V лежит в линейной оболочке E. А это означает, что V равняется вот такому вот выражению, где V и ты из E. А, собственно, если я сейчас перенесу вот это хозяйство, вот в эту сторону, это будет означать, что E объединить V линейно зависимым. То есть добавили любой вектор и тут же получили линейно зависимую систему, поэтому E действительно максимально линейно независимым. В обратную сторону. Значит, мы знаем, что E максимально линейно независимое. вот, а нам надо показать, что E порождающая. Значит, давайте сделаем так. Возьмем произвольный вектор V из нашего векторного пространства. Нам надо показать, что V лежит в линейной оболочке E. То есть вот это то, что мы хотим проверить. Смотрите, если V уже лежит в E, то победа. Он точно лежит в линейной оболочке. Поэтому можно считать. Считаем, что V лежит в E без E. А в этом случае, значит, если я добавлю к E свой вектор V маленькая, это уже будет линейно зависимая система. Потому что по определению E было максимально линейно независимым. То есть при добавлении любого вектора не из него, вот тут я пользуюсь тем, что V не из него, у меня получается линейно зависимая система. Хорошо. Это значит, что у меня есть выражение следующего вида. Значит, где V и T из E. И хотя бы один из коэффициентов не равен нулю. Смотрите. Я утверждаю, что вот этот коэффициент обязательно не равен нулю. Вот это я хочу. Но почему это так? Потому что, смотрите, если закрыть рукой этот коэффициент, это бы означало, что вот такая оставшаяся сумма равна нулю. А это означало бы, что вектора из E, вот эти V1, VK, были бы линейно зависимы. Это противоречило бы тому, что E было линейно независимым. Поэтому вот эта опция, она обязательна. А раз лямбда не равна нулю, то отсюда следует, что вектор V можно представить как вот такое выражение. А это означает, что V лежит в линейной оболочке E. И у нас все доказано. А почему у нас ее не равен нулю? Почему? Что еще раз? Ну, то есть у нас может быть такое, что V это нулевая линейка. В этом равенце только лямбда может оказаться не ноль, а все остальные могут оказаться нулями. V может быть вполне нулевой вектор, никто не запрещает. Это ничему не противоречит. Так, хорошо. Теперь смотрите. Вот в итоге мы имеем следующее, что я для любого векторного пространства, да, определение. Если V векторное пространство над полем F, E это подможество V, которое обладает одним из трех свойств, и у него одно из трех свойств, то тогда E называется базисом. То есть вот эти эквивалентные свойства, они определяют такую вещь, как базис. Теперь, что нужно сказать по поводу базиса? Смотрите. Если вы возьмете векторное пространство F в степени N, то в нем есть так называемый стандартный базис. Это, если я возьму векторы, в которых везде нули, а в одном месте единичка. E1, E2, E3. О, EN. Это так называемый стандартный базис F. Значит, вот есть пространства, в которых можно выделить какой-то идеальный замечательный базис. Вот это, например, такого пространства. И здесь, как мы видим, базис конечный. Он существует. Вот утверждение, которое я сейчас сформулировал, оно лишь говорит, что три разные характеризации некого множества, они одинаковы. Но вообще говоря, я ничего не сказал про то, бывает базис в неком пространстве или нет. Вот пример, когда вектором пространства есть конечный базис. Второй пример – это многочлены. Значит, и с многочленами ситуация следующая. Если я могу в качестве E рассмотреть набор степени X. Вот по определению два многочлена равны, тогда и только тогда, когда у них коэффициенты равны. Тогда формально вот этот набор будет базисом. Потому что любой многочлен – это конечная линейная комбинация таких товарищей. И по определению они линейно-независимы. Потому что их линейная комбинация – это многочлен, он равен 0, тогда это так, когда коэффициент равен 0. Это формальное определение многочленов. Это пример векторного пространства, в котором есть бесконечный базис. И его можно предъявить явно. И теперь третья ситуация. Давайте я возьму некоторое бесконечное. По многочленам, а у нас там вроде бы n должно натуральным числом принадлежать. оно может быть нулевым в том, что… А, оно там все, там больше равно нуля. Я не заметил, там загорожено было. Да, больше равно нуля. Да. Вот. теперь смотрите. Следующая вещь. Давайте я возьму бесконечное множество. И давайте я рассмотрю множество всех функций. на бесконечное множество. Самый популярный пример это функции напрямую. То есть, всевозможные отображения из R в R. Вообще говоря, можно взять там или множество последовательностей, всевозможные отображения из натуральных чисел в R. Ну, вот это все примеры того, что здесь происходит. Главное, чтобы вот это множество X было бесконечным. Про это, значит, так вот, с этим векторным пространством ситуация следующая. Вот. Все, наверное, слышали про такое, как аксиома выбора. Вот так оказалось, что в математике множество, ну, вот вся проблема в том, что такое в математике множество. Никто толком не знает, что это такое. Вот у вас есть его интерфейс, вы знаете, что там есть элементы, можно их там пересекать, объединять какие-то дурацкие производить действия с ними. Вот. Но до конца, вот что там, что это такое, это непонятно. Что это значит, что до конца непонятно? Значит, вот аксиоматика теории множества, она не полна. В том смысле, что вы можете вот к тем аксиомам, которые сейчас есть, добавлять какие-то аксиомы, и все равно будет получаться непротиворечивая теория. То есть какие-то, то есть вот те аксиомы новые, которые мы можем добавлять, это такие факты, которые из старых просто недоказуемы. Ими их отрицание не доказуем. Тут f, как объединение функции, и x в f разными, f. Ничего не понял, Влад, вопрос, поэтому... Одинаковыми буквами помечено. Еще раз? Одинаковыми буквами помечено, Влад. О, я понял, я понял. Значит, вот так вот сделаем. Это круглый f. Спасибо, я не заметил. Вот, значит, смотрите, вот, и вот есть в аксиоматике теории множества, есть как бы естественная аксиома, которую мы ожидаем, наивная теория множества, и есть одна дурацкая аксиома, которая формулируется так, что лучше бы ее не формулировали, называется она аксиома выбора. Сейчас мне очень важно, что она из себя представляет, вам про это дребедение еще расскажут, на всякой там дискретной и прочей дрени. Вот, но вот что надо понимать. Если вы верите в аксиому выбора, то есть у вас есть два варианта, вы либо ее добавляете к своей аксиоматике, либо не добавляете. Вот, если вы ее добавляете, то можно доказать следующий факт. Можно доказать, что для любого векторного пространства над полем f существует базис. То есть это просто выводится из аксиомы выбора. А если вы не верите в аксиому выбора, то нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование базиса вот в векторном пространстве, которое нарисовано выше. То есть если вы не верите в аксиому выбора, то нельзя доказать или опровергнуть существование базиса вот в этом пространстве. Это означает, что в этом пространстве никто никогда вам ни при каких условиях не сможет предъявить явно базис, потому что он существует только лишь из-за аксиома выбора. Если бы его можно было как-то предъявить, то это означало бы, что и без аксиома выбора его можно было бы построить, это значит, можно было бы доказать, что он есть. Но вот, к сожалению, вот эта дрянь вот такая отвратительная. Значит, именно по этой причине, что вот для больших множеств нужно пользоваться какой-то такой дрянью вроде аксиома выбора и какими-то безумными техниками, значит, ну вот мы не будем заниматься произвольными векторными пространствами. F тут любое, это не зависит от F. Абсолютно. Можешь Z2 взять все равно, нельзя не доказать мне проверку. Вот, это для любого поля. А вот то, что Миша скинул, доказательство того, что любое векторное пространство содержит базис, оно основано как раз на аксиоме выбора. Обычно используют Лем Муцорна, она самая популярная. Ну, либо можно использовать ее другую версию в виде вполне упорядочивания любого множества. Это как бы... Окей. Значит, ну вот эта вещь, которую я хотел сказать общую, значит, и это мотивирует нас на то, чтобы заниматься векторными пространствами, в которых есть конечный базис. То есть, поэтому как бы вот дальше все векторные пространства делятся как бы на два сорта. Те, в которых есть конечный базис и те, в которых нет конечного базиса. Значит, ну вот, если в векторном пространстве есть конечный базис, его можно получить так, что вы берете ненулевой вектор. Если он базис, победа. Если он не базис, берете, добавляете, значит, это не максимальная линия независимого множества. Значит, к нему можно добавить еще вектор, что два вектора будут линия независимыми. Опять, если это базис, то победа. Если нет, то добавляем еще вектор, чтобы получились три линии независимых вектора и так далее. И дальше весь вопрос, эта процедура оборвется или не оборвется. Вот если она оборвется, значит все, мы нашли в пространстве конечный базис. Если не оборвется, то в этом векторном пространстве два варианта. Либо можно предъявить бесконечный базис, вот как в случае многочленов. Либо, если мы верим во всем выбор, там есть какой-то базис, и вот его предъявить нельзя. Либо мы вообще в ситуации очень плохой. Ну и современная математика, она верит во всем выбор, ровно для того, чтобы не было таких неопределенностей. Вот, значит, чтобы можно было пользоваться объектом. Просто если мы ввели какое-то определение, очень хочется, чтобы на такие объекты существовали. Так, теперь поехали дальше. Так, значит, давайте вот о чем поговорим. Смотрите, следующее я хочу такую штуку сделать, как некий удобный формализм. Значит, мы когда говорим о всяких линейных комбинациях, вот если в векторное пространство, значит, и у меня есть некоторый вектор В из В, и есть некоторый набор векторов также из В. И если В, ну и мы можем записать, например, что В является линейной комбинацией векторов В1ВК. Очень, представьте, как будет паршиво и неприятно писать 50 таких вот линейных комбинаций, там следить за ними, вводить миллионы индексов. В общем, тлен, боль, значит, и отчаяние. Для того, чтобы вот эту боль и отчаяние хоть как-то убрать, предлагается сделать следующее. Смотрите, вот эту дрянь можно записать вот так. Вот я вам обещал, что матрицу можно заполнять всем, чем угодно. Вот то, что здесь написано, это пример как раз такого всего, чего угодно. Как понимать то, что здесь записано? Здесь записана строка. 1 на К умножить на столбец К на 1. При этом в левом товарище в ячейках стоят векторы, а в правом товарище в ячейках стоят числа из поля F. И, значит, смотрите, когда я перемножаю строку на столбец, получается выражение 1 на 1, то есть вектор. Смотрите, как про это надо думать? Что вот можно перемножать любые две матрицы, главное, чтобы было осмысленно следующая вещь. Чтобы было осмысленно произведение элемента из левой матрицы на элементы с правой матрицы, а потом был осмысленно на сумма результатов таких произведений. Так как слева стоят векторы, когда я V1 умножаю на λ1, это просто умножение вектора на соответствующее число. Пусть у меня λ здесь стоит справа, имеется в виду, что умножайте слева. Вот, то есть это некоторая такая вольность. Поэтому мы V1 умножаем на λ1 плюс V2 умножить на λ2 плюс так далее, Vk умножить на λmdk. Поэтому вот такая дрянь просто символно дает ровно то выражение, которое здесь написано. То есть это краткая запись для вот этой штуки. При этом вот эта краткая запись, она согласована со всякими матричными и другими свойствами, как мы увидимся чуть позже. Но вот это один из способов записывать линейные комбинации. Строка из векторов умножить на столбец из чисел. Так, значит, хорошо. Теперь давайте... Сейчас я пойму, что я еще хочу сказать. Да, если я хочу выразить целое семейство векторов через другое, то можно, соответственно, писать вот таким образом. То есть если у меня есть набор векторов V1, Vk и W1, Wm, все из векторного пространства V. И, например, Vity лежат в линейной оболочке W1, Wm, то этот факт можно записать вот таким образом. Просто чтобы так же было перед глазами. А здесь стоит матрица А, у которой размеры M на K. Значит, смотрите, что... Ну вот я сейчас ее нарежу на столбцы. Вот эта матрица. Смотрите, как нужно понимать вот это равенство. Здесь написано, строка 1 на K равняется строка 1 на M на матрицу размера M на K. То есть справа в результате будет тоже строка 1 на K. И вот это равенство означает, что любая ячейка левого вектора равняется правому вектору. То есть V1 равняется W1, Wm умножить на первый столбец. То есть W1 сюда, W2 и так далее. То есть означает, что W1 – это линейная комбинация вот этих векторов, а коэффициенты этой линейной комбинации здесь стоят в первом столбце. W2 – это линейная комбинация вот этих векторов, а коэффициенты стоят во втором столбце. То есть таким образом, значит, вот такая запись просто означает, что левые векторы лежат в линейной оболочке правых векторов, а вот здесь по столбцам расписаны коэффициенты. Это тоже удобная запись для того, чтобы работать с линейными комбинациями. Это позволяет вместо сумм писать всякие матричные выражения. Это самый главный трюк, который я буду пользоваться дальше. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо. Теперь про размерность. Самое главное, что нужно знать про векторное пространство, что в любом базисе одинаковое количество элементов. Этот факт вверен и в бесконечно-мерных случаях, то есть когда базис бесконечный. Он говорит, что базисные множества равномочны. Но мы будем разбираться только с конечномерным случаем. Утверждение. Пусть V векторное пространство над полем F. И пусть у меня E1, En, V. Это какой-то базис. Тогда и пусть E, V. Это тоже некоторый базис. То есть смотрите, я предполагаю, что пусть у меня есть конечный базис. А E это какой-то базис. И я пока вообще даже не знаю, конечный или бесконечный. Потому что мало ли, вдруг у меня может быть гипотетически так, что в некотором пространстве есть конечный базис, но есть какой-то бесконечный базис. Тогда я утверждаю следующее, что тогда на самом деле второй базис тоже состоит в точности из такого же количества элементов. То есть он конечный и в нем N элементов. То есть вот это утверждение. Если в векторном пространстве есть какой-то конечный базис, то любой другой базис конечный состоит из точно такого же количества элементов. Вот что утверждает данная вещь. Хорошо. Хорошо. Смотрите, давайте сделаем следующее. Давайте для начала покажем такую штуку. Нам достаточно показать, что количество векторов в Е не больше, чем М. Потому что если мы сейчас это покажем, то тогда Е окажется тоже конечным базисом. И применяя это же утверждение для Е в качестве Е1, ЕН, а Е1, ЕН выбирая в качестве Е, мы доказываем обратное неравенство. То есть вот это то, что нам нужно сделать. А для того, чтобы доказать этот факт, нам достаточно показать, что любой набор векторов из n плюс 1 вектора линейно зависим. Это в силу того, что базис – это максимально линейно независимый набор векторов. Поэтому если n плюс 1 линейно зависим, то базис обязательно меньше или равен, чем n элементов. Хорошо. Поэтому мы сейчас сосредоточимся на доказательстве вот этого второго факта, и отсюда будут следовать все утверждения. Для этого сделаем следующее. Рассмотрим вот этот произвольный набор В1, ВН плюс 1. Теперь воспользуемся тем, что Е1, ЕН – это базис. То есть из того, что Е1, ЕН – это базис, мы знаем, что В – это линейная оболочка векторов Е1, ЕН. А все вектора В1, ВН плюс 1, они там лежат. Это означает, что есть вот такое равенство. И это матрица размера n на n плюс 1. Это равенство, значит, ну вот, собственно, то, что я вам только что объяснял про удобный формализм. А теперь смотрите. Матрица А широкая. Значит, существует вектор из РН плюс 1, такой, что АХ равно 0, а при этом Х – не нулевой вектор. Это мы уже знаем из-за того, что обязательно существуют свободные переменные. Ну а теперь давайте сделаем следующее. Вот то, что здесь написано слева и справа – это равенство двух строк из векторов. Давайте каждую из этих строк справа домножим на столбец из чисел Х. Тогда отсюда будет следовать следующее равенство. Вот. Но вот эта штуковина, она равна нулю по нашему выбору. Это означает, что это нулевой столбец, то есть правая часть состоит просто из строки из нулевых векторов. Точнее, правая часть – просто нулевой вектор. То есть это столбец из нулевых чисел, и когда умножаю на строку из Е1, ЕН, получаю в результате 0. А это означает, что вот это равенство, это дает мне линейную зависимость для В1, ВН плюс 1, а ХН плюс 1 – это коэффициенты линейной зависимости. Таким образом, мы доказали, что любые векторы в количестве Н плюс 1 в нашем векторном пространстве линейно зависимы. Это доказывает автоматически вот такую оценку, а эта оценка доказывает нужное утверждение. И мы доказали то, что хотели. Давайте на всякий случай покажу целиком. А это законно, что мы там резко к действительным числам перешли? Наверное, должно быть F. Это, конечно, здесь должно быть F. Спасибо за замечание. Я даже не заметил о том, что использовал действительные числа. Спасибо. То есть вот таким образом мы просто проверили. И заметьте, вообще так замечательно. Мы воспользуемся матричным формализмом, нигде не пришлось писать никакие суммы. Это очень удобно. Можете повторить противоречие? Значит, смотри. Здесь не было противоречия. Мы сделали следующее. Мы свели нужное утверждение вот к такому утверждению, что достаточно показать, что любой набор из Н плюс 1 вектора линейно зависим. Почему он будет линейно зависимым? Я предъявил явно линейную комбинацию. Я предъявил явно вот здесь. То, что написано здесь, это линейная комбинация. Если я вот это распишу, это будет x1, v1 плюс и так далее, плюс xn плюс 1, vn плюс 1. И оно будет равняться нулю. Потому что правая часть – это 0. То есть вот то, что здесь записано, это просто явно линейная комбинация векторов. И так как столбец x вот здесь ненулевой, то хотя бы один коэффициент ненулевой, значит, это означает, что вектор v1, vn линейно зависим. vn плюс 1. Я ответил на вопрос? Можно повторить, почему мы всегда можем выбрать такой ненулевой вектор x, ну, столбец x, что ax равно нулю? Смотри, здесь я пользуюсь тем, что матрица а широкая. Значит, это означает следующее. Когда я буду решать систему вот такую, ax равно нулю, как я ее решаю? Я привожу к улучшенному ступенчатому виду. Но из-за того, что у меня строк меньше, чем столбцов, у меня обязательно будет свободная переменная. Тогда я могу ее положить, скажем, единичкой. Все свободные переменные, чем-то еще другие. Главные тоже как-то посчитаются. И у меня получится решение, где вот эта самая свободная переменная, которую я задал единичкой, она будет равна единичке. То есть вот какая-то переменная в x, которая будет свободной для a, она обязательно будет не равна нулю. Хорошо, спасибо. Вот сейчас Никит еще спросил. Я ровно сейчас на этот вопрос отвечал. Остались ли вопросы? Окей, хорошо. Если вы ко мне, то нет, не осталось. Еще раз? Если вы ко мне, то нет, не осталось. Окей. Не, ну я просто увидел, что у меня приватное сообщение целую. Окей. Хорошо. Значит, таким образом мы показали следующее, что в любом векторном пространстве, если есть конечный базис, то любой другой базис, он тоже конечный, имеет такое же количество векторов. Значит, отсюда сразу... Подождите, а можно еще вопрос? Да, да. А по самому началу, почему нам достаточно показать, что размер меньше либо равен? Смотри, тогда, если мы это покажем, то, значит, то, скажем, ну, если размерность E равняется N, то победа. А если она меньше, ну, тогда делаем следующее. Сейчас я вот чуть-чуть увеличу. То тогда ты просто делаешь следующее. По сути, что мы доказали? Мы вот в первом пункте доказываем. Мы докажем следующее, что если у нас есть какой-то конечный базис, то в любом другом базисе меньше элементов, не больше. Тогда берем теперь другой базис. Теперь берем вот этот наш другой базис, E. И тогда применяем это утверждение следующим образом. Мы теперь знаем, что в векторном пространстве V F1, Fm – это базис. А, значит, вместо E, то есть это мы используем вместо E1, E, N. А, значит, E1, E, N мы теперь используем вместо E. То есть тогда получается следующее, что в векторном пространстве есть базис F1, Fm, а множество из E1, E, N – это какой-то базис. И, как мы уже доказали, что в этом случае у нас во втором множестве векторов не больше, чем в нашем базисе F1, Fm. Это доказывает оценку в обратную сторону. Да, понятно, спасибо. То есть, по сути, я взял два базиса и сказал, что достаточно доказать, что в первом базисе элементов меньше равно, чем во втором. Тогда просто рассматривая вторую в качестве первого, а первую в качестве второго, это, ну, получается доказательство в обратную сторону. Хорошо. Значит, теперь смотрите. То есть, мы теперь знаем, что в любом базисе одинаковое количество элементов это дает нам определение размерности. Пусть V – это векторное пространство над полем F, значит, то тогда размерность V над полем F – это количество элементов в любом базисе. Количество элементов в базисе. Ну, вот для конечных случаев, когда существует конечный базис – это конечное число, а в случае, когда не существует конечного базиса, ну, значит, здесь ситуация такая, что либо можем считать грубо, что это просто бесконечность и никак не различать, либо в большой науке говорят просто, что мощность базиса. Ну, вот мы не доказывали, что базис равномочный, но вот можно доказать, что на самом деле базисы будут обязательно равномочны, и здесь используется мощность базиса. Но мы будем оперировать к этому определению только в случае конечномерных векторов, в которых существует конечный базис. И вот если в векторном пространстве существует конечный базис, то векторное пространство вызывает конечный базис. Ага, нотация. Почему букву F ставим в размерности? А, значит, потому что бывает, что некое векторное пространство его можно рассматривать как векторное пространство над полем F или над каким-то другим полем, и в зависимости от этого его размерность будет разной. Например, поле C комплексных чисел можно рассматривать как векторное пространство над полем C, тогда оно одномерно, А можно рассматривать как векторное пространство над полем R, тогда оно будет двумерно. То есть, когда в контексте непонятно, что имеется в виду и надо подчеркнуть, и где-то нужно показать зависимость от поля F, то вот это делают вот здесь в индексе. Если поле F ясно и его указывать не надо, то можно использовать просто dim V без указания поля F. Теперь, если у меня существует конечный базис V, то мы будем говорить, что V конечномерно. Хорошо. Теперь, что еще хочется сказать про базис? Есть несколько вещей, про которые можно поговорить. Во-первых, свойства размерности. Самое главное, что размерность – это такая дискретная характеристика, которая говорит, насколько большим является векторное пространство. Ну и в частности верны следующие вещи. Если V – это векторное пространство над полем F, то и U – это некоторое подпространство, то тогда первое – размерность U не превосходит размерность V, а второе – что U равно V тогда и только тогда, когда размерность U равняется размерность V. То есть это такая дискретная величина. То есть это такая дискретная величина, которая следит за размерностью пространств. И если два пространства вложены друг в друга, то для их совпадения достаточно проверить размерность. Ну, смотрите. Ну, первое – это просто по определению. Потому что, смотрите, если я возьму базис подпространство U, то есть если у меня E – это базис, то в частности это линейно-независимое множество. Но так как U лежит внутри V, то E – это линейно-независимое V. А базис V – это максимально линейно-независимое. Поэтому количество элементов в E – оно меньше равно, чем количество элементов в базисе V. А это и есть оценка на размерность между U и V. Так, Михаил Багишев. Правда ли, что 2 в степени размерности V не превосходит мощность V? Да, потому что ты можешь сделать… Да, это правда. Ты можешь просто сделать так. Для каждого базисного вектора у тебя всегда есть 0 или 1. Ты можешь взять коэффициент перед ним, так как 0 и 1 – это разные числа, они всегда существуют в поле. В итоге у тебя всегда есть линейные комбинации, в которых либо нули, либо единицы участвуют. Это даст тебе ровно 2 в степени размерности V элементов. Так, хорошо. Теперь второе утверждение. Значит, понятно, что если векторное пространство равняется под пространство… Значит, окей, давайте не будем сейчас обсуждать случаи бесконечных размерностей, потому что это лучше потом вне лекции. Вот такая там дрянь происходит. Теперь смотрите, второй пункт равенства тогда и только тогда, когда размерности равны. Ну, смотрите, слева направо, это очевидно, потому что если у и вы равны, у них это одно и то же пространство, выберем один и тот же байс, значит, размером с одной и та же. Интересно в обратную сторону. То есть вот эта часть – это окей. И, значит, интересно доказать отсюда сюда. Ну, смотрите, делается так. Возьмем базис U. Если E – это базис U, это означает, что E – это такое множество, что его линейная оболочка – это есть U. Но тогда E – это линейно-независимое множество V. Кроме того, значит, из-за того, что размерность U равняется размерности V, это максимальное линейное независимое множество. Ну, потому что в нем столько же элементов, сколько размерность U, а это то же самое, что размерность V. А размерность V – это максимальное количество линейно-независимых векторов. Это означает, что E – это базис пространства V. А так как E – это базис V, это означает, что V – это будет линейная оболочка E. А это доказывает нам, что V и U совпадают. Вот и все. То есть, поэтому… Еще раз, извините. Да, смотрите. Значит, мы знаем, что размерности U и V совпадают, и нам надо показать, что сами U и V совпадают. Делается так. Значит, как показать, что U и V совпадают? Надо достаточно показать, что они являются линейной оболочкой одного и того же множества. В качестве такого множества давайте возьмем базис U. Значит, ну, из-за того, что E – базис U, это означает, что U – это линейная оболочка E просто по определению. Кроме того, E линейно-независимо, и оно также лежит… Ну, раз U лежит в V, то E – это линейно-независимое подможество V. Теперь для того, чтобы показать, что V является линейной оболочкой E, достаточно показать, что E – это будет базис. А для того, чтобы показать, что E – это базис, достаточно показать, что это максимально линейно-независимое подможество. Но как можно показать, что оно максимально независимое? Здесь я уже не буду добавлять никакие вектора, там ничего проверять. Вместо этого воспользуюсь размерностью. Просто я знаю, из-за того, что у меня конечномерное пространство, что я не сказал, что здесь это все делается в конечномерном случае. Я сейчас добавлю, на всякий случай, условия, потому что я как-то сказал, что я теперь буду только про конечномерное пространство говорить, и я нигде это не буду упоминать. Теперь, так как у меня конечномерное пространство, как проверить, что у меня какое-то множество максимальное? Я просто знаю количество элементов максимально независимого множества. Количество элементов максимально независимого множества – это размерность. Поэтому, чтобы проверить, что это множество максимально независимое, надо проверить, что в нем ровно столько элементов. но в нем по определению вот столько элементов это определение размер на стеку а так как эти числа равняются то значит ей будет максимально линии независимых вот сейчас ты ответил на вопрос отлично то есть таким образом мы показали что размерность такая штука которая контролирует насколько пространство большие и по ней можно проверить совпадение пространства значит и здесь как раз вот такое еще раз значит замечание что если я знаю что размерности в это некоторое число конечное то тогда значит и в это базис тогда и только тогда когда но тогда и только тогда когда е линейно независимо и количество элементов е равняется n либо что то же самое тогда и только тогда когда е порождающая то есть линейная оболочка е равно все и количество элементов е равняется n я хочу резюмировать то рассуждение который я использую я по сути использовал вот этот кусочек что есть когда я заранее знаю размерность пространства то максимальная линия независимое множество это линия независимое в 희 которой он элементов а минимальная порождающая множество порождающая множество в которомping элементов это тоже очень полезное наблюдение вы очень часто использует в рн вот в частности в rn так как мы предъявили стандартный базис из n элементов там или в fn значит любой базис будет состоять из n элементов так хорошо теперь давайте вот о чем поговорим здесь наверно наверх уже выйти еще несколько вещей которые нужно разобрать значит координаты смены смена координат и значит различные подпространство и себе системы координат и фундаментальной системы решений как искать значит базис в однородной системе уравнений так давайте сделаем так давайте сначала расскажу про координаты а потом расскажу про фундаментальной системы решений давайте так координаты вот предположим у меня есть в это векторное пространство над полем f значит и у меня есть 1 и n это базис значит и в это какой-то вектор из-за того что это базис это означает что вектор в представляется в виде линейной комбинации этих векторов смотрите если я хочу сказать что вот эти числа они определены однозначно почему но если вектор в у меня представляется виде линейной комбинации с другими координатами то тогда я могу вычесть из одного другое у меня получится следующее что 0 равняется вот такой штуке а то что здесь написано это линейная комбинация и 1 и n равняется нулю а силу того что вот эти товарищи линейная независимы отсюда следует что все вот эти коэффициенты равняются нулю поэтому если какой то если у вас и 1 и n является базисом то любой вектор единственным образом представляется в виде линейной комбинации 1 и n и вот эти числа они определены однозначно а раз эти числа определены однозначно то теперь я могу им дать некоторое название они называются координатами вектора в базисе 1 и 1 и n то есть то что здесь написано это координаты координаты в базисе и 1 и n хорошо значит ну и тут же vip пример если вы возьмете пространство fn и возьмете в нем вектор а 1 и n значит то его можно расписать следующим образом где вот это стандартный базис здесь не векторы то есть таким образом вот эти числа которые встречаются в позициях у столбца в первую с первой по энту это в точности координаты стандартном базис то есть а и ты это координаты в стандартном базисе то есть вообще говорят для того чтобы говорить про элементы fn нам не нужно ничего знать не про координаты не про значит базис и не про что остальное значит мы просто не работаем как со столбцом но значит вот силу предыдущего определения конкретно вот эти числа которые встречаются в самом столбце у них смысл такой что это координаты стандартном базис то есть поэтому когда мы раньше их называли координатами это хорошо согласовывается вот с этим новым определением просто теперь мы знаем что это не просто как бы какие-то абсолютные координаты этими координаты которые говоздями прибиты вот к этому конкретному базис так хорошо теперь дальше что хочется сказать следующее что если у меня есть один значит вот у меня те вот мою вектор на пространстве есть байс е1 е н значит и есть вектор в тогда значит я пользуюсь этим байсом у вектора в могу найти его карната x1 xr но я же могу взять какой-то другой базис в этом другом боюсь и у него могут быть какие-то другие карнаты и вот хочется понять как связаны между собой эти разные координаты но прежде чем разбираться с этим вопросом дать еще картинку параллельно рисую которую вот если есть некоторое пространство в то в нем у меня может быть две системы координат значит давайте сделать так вот у меня есть ну вот скажем эти два вектора нарисую на картинке е1 е2 и еще могут быть какие-то векторы е1 штрих и е2 штрих и вот у меня может быть некий синий вектор тогда вот продумать про это нужно так что в желтой системе координат его раскладываю сумму е1 с коэффициентом и е2 с коэффициентом вот эти желтенькие вектор а в красной системе координат я его раскладываю виде суммы е1 штрих и е2 штриха с какими-то коэффициентами то есть вот здесь получается какие-то числа а и b на желтеньких осях а вот здесь на красных осях получается какие-то числа c и d тогда в желтой системе координат у меня получается а и b это будут координаты в системе е1 е2 а в красной системе координат у меня получается c и d это координаты системе е1 штрих е2 штрих и вообще говоря как вы видите на картинке это абсолютно никак не связанные между собой числа могут быть ну внешне непонятно как они же не снялись и так сразу схода не видно значит и вот поэтому хочется разобраться вот если я запишу там какой-то один байс там другой байс и вот так понять ну вот и если я хочу работать одним и тем же вектором в одной и в другой системе координат как понять во что он там превратится переходе из одной системы координат другую то есть как бы идея зачем нужна замена координат хорошо давайте тогда разберемся с тем как устроена замена координат для того чтобы объяснить как устроена замена координат прежде всего мне нужно понять а как как между собой связаны сами базисы потому что если я не знаю как связаны между собой вот эти базисы то как бы я ничего не смогу сказать просить про их координаты там связь между карнатами тоже может быть любой так вот для того чтобы выразить связь между базисами мы должны записать один базис через другой это делается следующим образом но вот я говорю следующее что я могу найти некоторую матрицу c квадратную n на n так что выполнил такое равенство а именно я могу просто каждый но штрихованный базисный вектор разложить по не штрихованному базис то есть вот здесь в первом столбце это координаты первого штрихованного вектора в базисе е1 иен во втором столбце координаты второго штрихованного вектора в базисе е1 иен и так далее получается некоторая матрица так вот вот эта матрица она называется матрицей перехода от е к е штрих вот е е штрих ну я просто чтобы индекс написать по миллиону раз это значит матрица перехода от одного базиса к другом именно с помощью матрицы перехода описывается связь между базисами значит давайте первое что я хочу сказать это утверждение если вы это векторное пространство над полем f значит и у меня е1 е н это некоторые базис то выполнены следующие две вещи первое значит если я возьму произвольную матрицу c размера n на m не вырождены то тогда я могу определить набор векторов вот такой то есть вот такое произведение этой строки на эту матрицу дает новый набор векторов то это набор векторов тоже обязательно базис и второе если у меня е1 штрих и так далее е н штрих это другой базис и он выражается через е1 е н с помощью матрицы d но я специально чтобы с первым пунктом обозначение были другие то тогда матрица d обязательно не вырождены это утверждение которое классифицирует все базисы в терминах одного базиса то есть если вы зафиксировали один базис то любой другой базис через наш выражается с помощью умножения справа на невырожденную матрицу и любую невырожденную матрицу можно взять как говорит первое утверждение поэтому зафиксировав один базис вы все остальные описывайте просто с помощью невыраженных матриц квадрата прошу давай давайте покажем чем это первое значит ну вот рассмотрим вот такое выражение то есть это какой-то новый набор f1 fn я хочу показать что этот новый набор будет базис когда матрица c не вырождены для этого смотрите в этом наборе столько же векторов сколько в наборе е1 е н поэтому достаточно показать что f1 fn линейно независимы для того чтобы показать что они линейно независимы достаточно насчет нового проявления комбинации к 0 посмотреть что будет если возьму какую-то линейную комбинацию и проявляю к нулю это то же самое что вот такую штуку рассмотреть но а теперь смотрите вот это это некоторых столбец y это что здесь написано сквозное равенство 0 равняется вот этому это линейная комбинация значит векторов е1 е н и она равняется нулю а так как е1 е н базис то сейчас те линейно независимые то отсюда следует что вот этот столбец y равняется нулю то есть cx равняется нулю а теперь так как матрица c обратима но не выражена обратима это все одно и то же это означает что x равняется нулю а отсюда уже следует что вот эти товарищи линейно независимы это доказывает первый пункт хорошо теперь давайте второй пункт значит если у меня е1 штрих е н штрих выражается через е1 е н с помощью матрицы d я хочу показать что матрица d обратима давайте для того чтобы пока что она обратима ей найти обратно какой естественный кандидат будет на обратно давайте вспомним что е1 е н со штрихами это тоже базис значит мы можем расписать не штрихованный базис через штрихованный с какой-то другой матрицей b то есть где d и b это будут квадратные матрицы размера n на n хорошо так значит но теперь давайте сделаем следующее давайте возьмем и подставим скажем вот это выражение сюда когда мы получим следующую штуку значит значит здесь у меня будет d на b и теперь посмотрите давайте я возьму все перенесу в левую сторону ой и получается следующая вещь и получается вот такое равенство где что здесь написано на всякий случай подчеркну здесь написано строка 1 на n из векторов а здесь написано матрица n на n из чисел и это равно нулю но смотрите если вот я хочу сказать что отсюда следует что вот эта матрица должна равняться нулю почему потому что такое равенство значит следующее что если вот строчку из векторов умножу на первый столбец получается линейная комбинация вот этих векторов которые равна нулю так как они или не независимы это означает что все коэффициенты в первом столбце вот этой матрицы они равны нулю аналогично рассматривая с каждым столбцом соответствующие условия я вижу что это означает что вот эта матрица равна нулю то есть просто когда я умножаю ну какую-то строчку из векторов на матрицу это просто делают несколько линейных комбинаций и когда их приравнивать нулю я просто вот этим равенством говорю что несколько линейных комбинаций вот этих векторов равно нулю это означает что все коэффициенты этих линейных комбинаций должны равняться нулю а коэффициенты лежат ровно в этой матрице поэтому из того что вот этот товарищ вот эти векторы линейно независимы то отсюда следует что просто е минус db равняется нулю как матрица но это означает что матрицы d и b взаимно обратные в частности матрица d с которой мы начинали обратима вот и важная вещь которую я здесь применил из как который как бы стоит пользоваться то есть такое замечание то есть когда у меня есть е1 ен вектором пространстве некоторый базис и я пишу выражение не вот такого вот вида где матрица а это какая-то матрица размера n на m и если оно получается равно нулю то отсюда обязательно следует что матрица а равняется нулю то есть как бы идея такая что как бы на базис можно сокращать то есть если вообще это верно для любой линейно независимой системы если у вас есть линейно независимая система которого так вот умножили на матрицы получили 0 то значит матрица обязательно равна нулю вот это в матричной форме как этим стоит пользоваться хорошо то есть таким образом мы с вами описали или как у нас устроены все возможные базисы в терминах одного базиса что матрица перехода обязательно не выраженная матрица теперь давайте я проговорю как устроена смена координат смотрите значит смена координат значит у нас есть векторное пространство в и в этом пространстве в есть два базиса е1 е1 штрих е1 штрих давайте я вот этот буду называть старый базис а вот это буду называть новый базис ну вот мне так удобнее не я привык что все делится на старое и новое вот и у меня есть некоторый вектор в из моего пространства тогда я его могу разложить по старому и по новому базису здесь координатами x1 xn штрих ну и давайте я вот этот вектор буду просто называть их штрих из fn а здесь я могу представить как и 1 е.н. на столбец x1 xn и этот столбец а буду за x из fn хорошо и пусть у меня есть следующая связь что я один штрих и так далее е.н. штрих он равняется я 1 е.н. на c то есть матрица c это матрица перехода от старого бойца к новому тогда я утверждаю что значит если у меня новый борис выражается через старый то на карнатах у меня получится наоборот старые координаты будут выражаться через новые вот таким вот образом давайте покажем почему посмотрите если я возьму в и запишу что это я один штрих и так далее е.н. штрих на x штрих но это означает что у меня вектор в имеет карната x3 в новом борисе но дальше я могу сюда подставить вот это выражение и получается что у меня е.н. на c на x 3 но с другу то есть это означает что вот этот товарищ это в точности координаты вектора в поиски е 1 е.н. но координаты вектора в поиски е 1 е.н. это были x значит это по безысходности просто будет x просто по определению вот это вот это доказывает вот это равенство и запоминать это правило еще удобно вот таким образом значит вот если у вас есть как бы старый давайте вот вот так вот сделаем у вас вот есть базис и вас есть координаты значит и вот у вас есть старый базис и новый базис вас есть старые координаты и есть новые координаты. Вот если вы в базисе от старых к новым переходите умножением на матрицу С справа, то в координатах вы переходите в обратную сторону от новых к старым умножением на матрицу С слева. Вот как запоминать это правило. То есть если вы здесь от этого базиса перешли к этому умножением справа, то в координатах вы перешли от координат в этом базе к координатным умножением слева на матрице c вот значит как устроена смена координат да значит и соответственно если вы хотите в ту же сторону перейти в координат если вы от старого байса пришли к новому и в карната хотите от старых нам делать с помощью c в минус 1 вот эту картинку держите перед глазами она не позволит вам запомнить само правило а если вы хотите вывести то вот как бы все берется вот из этого равенства и вот из определения что значит что у вас координат так хорошо и теперь давайте у меня тут осталось буквально две минуты я тем не менее пару слов хочу сказать про последнюю вещь которую я не затронул вот ну просто чтобы ее озвучить там все равно на семинарах мы этим заниматься будем и другие группы в том числе скорее всего даже уже может быть занимались вот произнесем простирина лекции соответствующие слова не смотрите под пространство если у вас есть fn то в нем пространство можно задавать двумя способами значит один способ это я могу взять на дергать векторов в один века из fn и составить линейную комбинацию по линейную оболочку этих векторов это будет некое подпространство второй способ я могу взять некоторую матрицу а размера м на н и в качестве у рассмотреть множество решений этой системы вот оказывается что любое подпространство можно задать как первым так и вторым способом значит и это означает что в частности если пространство на левым способом его можно задать правым если она на правом можно задать лево но причина почему любое подпространство можно задать левым способом заключается в том что у любого подпространство можно найти базис вот и так как fn она имеет размерность n то базис под любого подпространства будет не больше, поэтому любое подпространство можно задать в виде линейной оболочки конечного набора векторов. В общем случае любое векторное пространство можно задать в виде бесконечной линейной оболочки, но содержательная сторона того, что любое подпространство так задается, в том, что здесь просто конечное число образующих. Это некоторый эффективный способ задавать подпространство внутри fn. Просто зафиксировали конкретный набор векторов и дальше натянули на минимальное подпространство содержащие. Вот. Правая штука, она чуть более интересная. Вот, значит, оказывается, ну вот, она понятно, что она задает какие-то подпространства, но вот на самом деле можно показать, что она задает любые подпространства. Вот. Ну и, значит, это я уже, видимо, в следующий раз обсужу. Но сейчас, что я хотел сказать, вот такую вещь, что так как у любого подпространства есть базис, то вот базис вот у этого подпространства имеет специальное название. Это называется фундаментальная система решений. То есть, давайте определение. Базис вот этого пространства – это фундаментальная система решений. Или, кратко, ФСР. То есть, абсолютно любое, то есть, это любой набор решений системы, который линейно независим, и любое другое решение этой системы через него выражается. Вот. Как устроен ФСР, значит, какая у него размерность и как его искать, значит, это мы уже обсудим на семинарах, и на следующей лекции я теоретические аспекты, ну, соответствующих алгоритмах освещу. Вот. А на сегодня, я так смотрю, лекция закончилась. Вот. Я более-менее все, что хотел рассказать, рассказал. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, то на этом я предлагаю закончить. Так. У меня вопрос по колокону. Что нужно сказать в свойствах единичной матрицы в определении? А, ну, что эта матрица по умножению ничего не меняет. Вот и все. Это вопрос на идиота. Знаете, вот, как сказать, есть вопросы дурацкие, которые, ну, вот, нужно задать, чтобы просто проверить, ну, на совсем глупые вещи. Вот это один из таких вопросов. Так. Так. Есть ли сейчас какие-то еще вопросы? Потому что было. А, самое начало лекции на доске пока. Да, сейчас одну секунду сделаю. Вот. Значит, самое начало лекции было посвящено базисам и трем определениям. Так. А тем не менее, пока Арслан изучает начало доски, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Так. Тогда, Арслан, вопрос к тебе. Ты сейчас хочешь что-то спросить в связи с этим? Нет, все, спасибо. Я там кое-что хотел просто посмотреть. Думаю, я неправильно записал вначале. Все, спасибо. А где можно найти эту доску? О, отлично. Я обожаю вот такие вопросы, когда, значит, уже записано несколько лекций, выложено там порядка, там, пяти досок на странице Вики. И тут задают вопрос, где можно найти доску? Доску. Вот. Значит, ссылки на доски, они, значит, выкладываются на Вики-странице, там, в ссылках на материалы курса. Там теперь, кроме досок, я еще параллельно выкладываю файл с алгоритмами. То есть, у меня есть, ну, его можно посмотреть прошлогодний. Значит, в этом году я просто туда буду, ну, по мере прохождения всяких тем вычислительных, буду добавлять разные алгоритмы, связанные с векторными пространствами. И так, чтобы у всех был единый перед глазами список алгоритмов того, что вы должны уметь в обязательном порядке делать. То есть, он будет также лежать на общей странице. Вот. Чтобы, если что, вы знали, какие есть тривиальные вещи. Так. А, Никита, значит, я понял. Хорошо. Я, смотри, я могу прямо сейчас попытаться залезть. А, если можно, может, сейчас тогда пояснить. Да, окей. Да, давайте скажи, я могу сейчас пояснить, чтобы замены координат, да? Какие-то были. Да, да, да. Давай. Просто еще раз рассказать эту часть. Сейчас, секунду, вот. Последнее, вот на чем я остановился, это вот, сейчас, секунду, даже чуть выше. Это там, где подмножество, это базис и два условия. И вот после этого. Там была небольшая часть. Вот это? Утверждение. Так, секунду. Нет, еще чуть выше. И вот выше, чем связь вот этих двух штук. Вот, вот тут, да. А, окей. Вот координаты. Да, да. Ну, смотри, здесь было следующее. Вот первый кусок был посвящен тому, что такое координаты вообще. То есть, значит, тут я говорю следующее, что с любым базисом для любого вектора я могу определить координаты. Вот. И, значит, ну, это единственным образом определенный набор чисел. То есть, каждый вектор заменяется на некоторый столбец. Значит, на самом деле, тут я вот что хочу. Ну, то есть, как бы вот нужно ли здесь что-то пояснить? То есть, здесь все, что нужно сделать, почему такой столбец найдется и почему он единственный. То есть, по сути, я здесь показываю, что любой вектор обладает единственным набором таких чисел, и поэтому я их называю координатами. Есть ли тут вопросы? Нет, нету. Окей. Значит, смотрите, здесь скажу сразу вот какую полезную философскую вещь. Что на самом деле, вот как только я зафиксировал базис, смотрите, мой вектор V превратился в столбец из Fn. То есть, V могло быть каким угодно абстрактным пространством, а V превратился в конкретный столбец из Fn. Вот дальше, если методом пристального взгляда посмотреть на это равенство, вы поймете, что когда вы будете этот вектор умножать на скаляр, это все равно, что вот этот столбец каждую координату умножить на скаляр. Или если вы возьмете два подобных вектора, V с координатами x1, xn и какой-нибудь U с координатами y1, yn, когда вы их сложите, такие два вектора, то их столбцы координат тоже сложатся. То есть, таким образом, ваши вектора будут вести себя точно так же, как столбцы из их координат. И у вас не будет никакой разницы между тем, чтобы изучать сами вектора исходные или вот эти вот столбцы из Fn. Это соображение, оно позволяет свести работу с любым конечномерным векторным пространством к Fn. То есть, изучать Fn — это все равно, что изучать абсолютно любое конечномерное векторное пространство. То есть, любое конечномерное векторное пространство, оно превращается в Fn после того, как вы зафиксировали базис. Вот это как бы главная концепция того, что здесь происходит. Я еще раз в следующий раз проговорю тоже явно, чтобы все слышали и скажу, как это с изоморфизмами связано. Спасибо. Значит, теперь дальше смотри, что происходит. А в чем именно, где был именно вопрос? Нет, я вот здесь с восприятием координат немножко запутался просто. А, ну смотри, то есть координаты — это вот что такое. Вот из-за того, что E1, En — это базис, это означает, что он является порождающей системой. Это значит, что любой вектор можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов. Это значит, что вот его можно представить в таком виде, где x1, xn — это просто коэффициенты при E1, En. Это верно для любой порождающей системы. То есть, какие-то коэффициенты всегда можно найти. Но из-за того, что E1, En — оно еще к тому же линейно независимо, то здесь вот было рассуждение, которое показывает, что вот этот набор коэффициентов будет однозначно определен для вектора v. А, ну да, вот я вижу доказательства, да, получается? Да, вот это, собственно, доказательства. То есть, пусть есть один набор коэффициентов, пусть есть другой набор коэффициентов, вычтем и получим, что они обязательно будут одинаковые. То есть, то, что здесь произошло, я показал, что у тебя найдется такой набор коэффициентов, и он будет единственным. Окей, тогда вроде вопросов нет. Окей, хорошо. Может, еще есть вопросы? Отлично. Хорошо. Тогда, видимо, действительно на этом все. Ребят, всем спасибо, всем удачи, счастливо. До свидания.